Всем привет, с вами Алекс Ки, и это рубрика «Итоги недели». Сегодня мы рассмотрим самые популярные новости уходящей недели. Итак, первая новость — это ульяновские курсанты лётного училища. Сняли клип на тему песни «Benebene Satisfaction». Очень откровенное получилось видео, что спровоцировало довольно-таки большой резонанс среди общественности. Также глава оборонного комитета Совета Федерации сообщил о том, что таких учащихся необходимо просто отчислить. Я считаю, что ребята молодцы, творчески подошли к этому моменту. Я думаю, что много можно было получить за это наград, например, получить и вручить им Оскара за смелость. Данный видеоролик спровоцировал очень большую цепочку новых пародий на эту тему. И очень много людей стали поддерживать данных курсантов. И таким образом сейчас пока ещё идёт решение, будут ли они отчислены или нет. Я думаю, что надо следить за этой темой внимательно и наблюдать, чем же всё-таки эта история закончится. Потому что некоторые говорят, и также говорили это по зомбоящику, что к некоторым будет особое отношение. То есть если, например, курсант учился на плохие оценки, получал двойки, тройки и так далее, то, соответственно, его могут отчислить. А если же курсант учился отлично, там, пятёрки, четвёрки, то его и могут оставить. Но пока этот вопрос открыт, чем он закончится, пока неизвестно. Будем слизить. Следующая новость. В Госдуме решили приравнять пятилетнее совместное проживание к официальному браку. Как это будет происходить, пока не ясно. Закон, наверное, будет ещё долго рассматриваться в первом, втором, третьем чтении, пока он попадёт на подпись руководству нашей страны. Поэтому пока она такая вот на мнение общественности. Но, в принципе, с одной стороны, да, хорошо то, что, например, люди живут не оформляя брак. У них есть дети, у них есть, к примеру, какое-то совместное нашлое имущество. В том числе, например, автомобиль, либо квартира. И потом люди, например, вдруг решили разлучиться. И что с этим делать? Теперь для этого есть правовые нормы. Ну, и, соответственно, они будут созданы. Как-то из этого не инфицировано. До простого заявления. Соответственно, люди смогут как-то отстаивать свои права, даже если они не были официально зарегистрированы, как ранее это подразумевалось. Следующая новость о том, что МВД разрешили смотреть порно. Это сделано с целью того, чтобы проводить какие-то различного рода следственные эксперименты. Полицейские отмечают, что за 6 месяцев 2017 года было изготовлено большое количество порнографических материалов. И только 97 человек было задержано. Если МВД сейчас будет проводить следственные эксперименты заблаговременно, то, соответственно, будет более тщательно подходить к вопросу задержания большего количества людей, которые формируют нелегальное изготовление порнографических материалов, видео и так далее. Следующая новость – это новость о запрете фильма «Смерть Сталина». Непонятно, почему Мединский объявил запрет на этот фильм. При этом, что довольно-таки большое количество людей посмотрело этот фильм. Кто-то решил, что необходимо дать разрешение на прокат, кто-то решил. Ну и, соответственно, получилось, что большинство решило, что картина не должна выходить в общий прокат. Кстати, Совет Федерации принял такое решение, что необходимо создать какую-то обреленную комиссию, которая будет принимать моральные и нравственные качества показанных картин в кинотеатрах. Это также было уже затронуто не так давно. При показе фильма «Матильда» церковь высказалась очень первоначально негативно, но потом в процессе уже, когда картина вышла в прокат, ничего страшного в этом не было. Я посмотрел этот фильм довольно-таки такой средний, я бы сказал, потому что фильм, ну, российский, можно бы немножко что-то приукрасить, показать, но так как хотели показать, я так понимаю, что хотели показать достоверно, фильм вот таким вот получился. Но, в принципе, я рекомендую посмотреть интересный фильм, хорошая игра актеров, но если взять, к примеру, показ фильма «Смерть Сталина», я думаю, то, что по ролику очевидно, что это комедия, каким будет фильм на самом деле и что он вызовет среди общественности, обычных людей, пока еще не ясно, так как картина еще не вышла в прокат, ну, а на торрентах ее еще пока не слили. Будем ждать, когда у нас пираты все-таки смогут где-то ее достать и, соответственно, перевезти, чтобы было доступно каждому. Новость последних дней, очень нажимающая, которая сбодраживала все СМИ, это новость о том, что двум россиянам, которые заключили брак в Копенгагене, поставили штамп в паспорте в МФЦ. Скажу на это, что как люди вообще умудрились это поставить, очень интересно, потому что наше законодательство не прям такое уж супер проработанное, но вот по словам этих граждан, они дали интервью в дождю, и вот странно, что, судя по ролику, не скажут, что им 27-28 лет очень не свойственно для людей, которые так выглядят. Ну, не мне об этом судить. Кстати, теперь эти люди, их разыскивают МВД, так как им пришло уведомление о том, что их паспорт оформлен не в должном образом, не согласно законам Российской Федерации, поэтому они хотят, у них эти паспорта изъять и, соответственно, выдать им новые. Чем эта история закончится, пока не ясно, будем следить. И самая последняя новость уходящей недели. Это митинг на тему забастовки выборов 2018 года президента Российской Федерации. Митинг был объявлен Алексеем Навальным, которого не допустили, даже его кандидатуру не пропустили для выборов президента Российской Федерации. Таким образом, сейчас на территории Российской Федерации уже в некоторых городах прошли митинги, и в каких-то городах еще только будут. Будут ли показаны данные репортажи на федеральных каналах, еще неизвестно. Поэтому, чем вся эта история закончится? Будут ли задержания, как это было 26 марта 2017 года? Многие высказываются против нынешней власти и считают, что это просто переназначение Путина. Многие их волнуют. Если это будет переназначение, то кто же будет все-таки преемником? Что нас ждет через 6 лет и 24 года? Действующей власти это уже слишком много. Люди, многие считают, что нет достоинства альтернативы кандидатуры на президента Российской Федерации. Довольно-таки большое количество было подано заявок, немногих пропустили, кто-то еще собирает подписи. И вот вопрос, все-таки, чем закончатся эти выборы? Я думаю, что мы еще вернемся к этой новости не скоро. Будем оставаться на связи. У меня на этом все. Если вам понравилось это видео, ставь лайк, подписывайся на канал, жми колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Это была рубрика «Итоги недели». С вами был Алекс Ки. Всем пока.